Во время форума не раз вспоминали тот самый, наверное, интереснейший кейс. Для нас с вами это может быть даже необытная ситуация, но ничего в ней нового и не происходило. Это тот кейс, который непосредственно разразился в этом году, но вот тот хайп, который подняли, я хотел бы начать именно с этого вопроса, потом перейдем к правилам и вообще методике, советам, как взаимодействовать со СМИ в любых вопросах, в том числе связанных с какими-то ситуациями, связанных с мошенничественными действиями. Ну и пойдем дальше по другим вопросам. Итак, что было? Произошло событие. И как мы помним, что как раз после майских праздников произошел так называемый, ну мы его назвали информационный вброс, мы решили проанализировать, что же происходило, как происходило распространение всей этой информационной атаки, ну и далее перейдем к каким-то выводам. 16 мая якобы реализована успешно ситуация, связанная с мошенничеством там, вот, квартиры. Да, якобы в мае 2019 года в платежных квитанциях человек обнаружил то, что он, скажем так, не должен был обнаруживать. И впоследствии уточнялось, что его пожилой отец обнаружил не он, а его пожилой отец, который ранее оформлял дарственную на сына. После многочисленных обращений в МФЦ и Росреестр было выявлено, что, собственно, квартира действительно сменилась, им стал некий Илья Машков из Уфы. Оказалось, что не все так, как начинали закидывать СМИ, ну, скажем так, пресса в СМИ пространство. По самому сюжету выводы были такие, что, ну, почему подводка была всего этого сюжета? Потому что электронную подпись очень просто получить третьими лицами. Ну и, соответственно, дальше уже производить некоторые действия где угодно, где юридически значимые документы. Сама ситуация, она на самом деле произошла даже не 16 мая. Как мы стали еще выяснять, ситуация всплывала осенью. Но осенью эту тему никто на хайп не поднял. Но почему 16 мая? Ну, мы сейчас к этому подойдем. Но что было? Федеральные каналы, телеканалы дали сюжет по этому поводу. Но были, также выявили мы, проанализировали, что были сюжеты на Первом канале, Вести, Пятый канал, НТВ, РЕН-ТВ, ОТР, 360 и другие. То есть волна поднялась. Это федеральные телеканалы. Дальше подхватывают федеральные СМИ уже и пресса. Соответственно, и российская газета, и «Комсомолка», и «Коммерсант» все подхватили эту новость. Ну и дальше, конечно, как бы в третий ряд уже встали отраслевые порталы, которые тоже подхватили. По сути, новость, скажем так, разнеслась уже по всей стране. Подключились и СМИ второго эшелона, и региональные здания. То есть всплеск, он такой был действительно сильный, очевидный, и реакция была быстрая. Но здесь еще можно предположить, и нам коллеги-эксперты тоже подскажут, то есть в майские праздники обычно еще информационный вакуум происходит, да, и любое событие, которое после майских, наверное, тоже берется на ура, когда нечем заполненить пространство в СМИ, и нужно о чем-то говорить. Если бы ситуация касалась, вот мошенническая ситуация касалась бы какой-то конкретной компании или юридического лица, ничего бы этого просто не было. Когда дело касается непосредственно физического лица, то, ну, мы сами даем зачастую различные комментарии для Первого канала, России, Вести, и всегда нас поправляют журналисты, когда говорят о том, что, уважаемые коллеги-эксперты, мы понимаем, что вы можете там разговаривать, наобщаться на своем птичьем языке, но нам нужно рассказать для пенсионеров. И, по сути, вот эта ситуация, почему и стала хайпом, потому что востребованность, скажем так, ну, или там не то же динамика осмотра, а охват, именно кто смотрит, ну, скажем так, телевидение, да, вот если вас спросить, вы смотрите по два часа в день телевизор, ну, наверное, то есть это все-таки другая аудитория. Ну, и далее, да, данный сюжет получил крайне широкое распространение и задействованы практически все сегменты СМИ. Ну, предыстория понятна, нам всем понятно, здесь мы долго столкнуться не будем, то есть в преддверии всего эти были, скажем так, вот эти изменения, которые пыталась как раз-таки наш регулятор, один из регуляторов, нести, и что-то вот так вот не получалось, какое-то противодействие было, необходимо, нужно было просто, чтобы было что-то резонансно, да, так, в поддержку. Ну, соответственно, конечно же, все это взаимосвязано. То есть в день информационной атаки, там, 14-16 мая стало известно, что Советом Федерации подготовлен пакет законопроектов, там три законопроекта, в том числе по изменению в 63-й федеральный закон. Совпадение ли? Вот я задам этот вопрос нашим экспертам, как они считают, потому что мнения разделились. Кто-то говорит, что это, да, запланированная информационная атака, кто-то говорит, ну, нет, так получилось. То есть все говорят по-разному, ваше мнение тоже можно разделить. И скажите, пожалуйста, кто считает из зала, что это действительно была подготовлена информационная атака? Вот поднимите руки. О, большинство. Спасибо. А кто считает, что это, ну, вот действие, ну, вот оно так случилось? Несколько, остальные вы сдержались. Ну, сейчас вы примите ту или иную точку зрения по итогам нашего обсуждения. И, конечно же, пошли после вброса, ну, я уж так, прошу прощения, даже не вброс, после этой информационной атаки пошли сообщения, пошли комментарии. В первую очередь, конечно же, комментарии нашего Минкомсвязи, Минцифры. И, знаете, вот в этой, скажем так, ну, простите за жаргон такой сыроварной, которая пошла, наши уважаемые эксперты давали свои комментарии в СМИ. Причем некоторые СМИ, не будем сейчас называть, они тоже здесь будут названы, скажем так, зачастую интерпретировали слова экспертов своих интересов, дабы добавить масла в огонь этому событию. А были эксперты, которых мы, ну, мы-то знаем с нашего сообщества, но мы вдруг узнали об экспертах, которые прекраснейше комментируют область электронных услуг, но мы их вообще просто не видели и не знаем. То есть они взялись откуда-то, откуда-то. И на этом хайпе они стали поднимать, ну, свои очки, наверное, свои баллы, да, свой рейтинг. И такое тоже было. Но это был отличный предлог для ужесточения контроля. Это как, соответственно, для не ужесточения контроля даже, а для усиления движения вот тех инициатив, которые шли и продолжают идти от наших регуляторов. Про первоисточники мы уже говорили, это должен был быть, на самом деле, первый слайд. Но что здесь интересный такой казус, ну, наверное, тоже совпадение, что вся информация-то пошла как раз-таки от представителей официальных сотрудников первого канала. Ой, как интересно, потому что все потом раскрутилось так, что это взял, подхватил не первый канал, сначала в Facebook закинули, потом с Facebook пошли постить там другие, пошло на другие каналы, и только один раз последних, потом первый канал вдруг тоже начал подключаться к этому процессу. Очень интересно. Ну да, первый, конечно же, там новое известие, BFM, но BFM нужно отдать им должное, они просто хайпили эту тему не одну неделю. При этом, мне кажется, по всему рынку прошлись, вот как раз там обнаружились те псевдоэксперты, которые комиссировали эту ситуацию. Очень много доверия к коммерсанту, вот после публикации в коммерсанте, потом следующий шаг, первый канал. Соцсети, конечно же, взбудоражились. И пошло, поехало. И что интересно, стороны тоже, мнения тоже разделились. Одни говорили, ой, нужно бежать в Росреестр, писать заявление, бегом, Росреестр уже это комментирует. Потом мы узнавали внутри Росреестра, насколько это действительно так, что можно писать заявление и все, это, скажем так, тебе уже с квартиры ничего не сделать, когда напишу заявление. Но кто-то нам сказал, это не так. Не буду это сейчас обсуждать, сейчас уже приняты изменения в законодательстве, что касается как раз по Росреестру, поэтому сейчас все хорошо. Но вот отмечу, что пользователи Хабра вообще выражали скепсис в отношении всей этой истории. Ну, на Хабре зачастую это, в большинстве это все-таки специалисты. Конечно же, в самой ассоциации происходило то, что наши члены будоражили, нужно давать ответ, нужно идти в бой, нужно говорить, что это неправда. Мы выждали тот период, когда волна атаки, она была по восходящей, и только буквально через, после трех дней, как об этом перестали говорить, мы собрали пресс-конференцию и с рядом собрали экспертов, здесь присутствующих наших уважаемых экспертов, кто принял участие, и провели в МИА России сегодня пресс-конференцию. Отклик какой был, ну, важнейше посмотреть результат, что одно дело заявили, с другого дело какой отклик был. Россия поддержала, на Вести прокомментировала, и дали другую точку зрения, нежели тут противопоставив точке зрения, которая шла две недели подряд до этой пресс-конференции. То есть это наш был, ну, знаете, даже не ответ, а разъяснение. То есть мы просто спокойно, технологично на языке пенсионеров разъясняли, какие мошенничества возможны, что невозможно, такой электронный подпись, можно ли украсть, нельзя украсть, ну и многие другие вопросы. И, соответственно, вот так мы отреагировали на все это событие. И, соответственно, ну, раз у нас поручили нам программный комитет социальный аспект раскрыть, и в том числе хайп и все, что обсуждалось, скажем так, обсуждалось во всем этом событии, мы пригласили экспертов и просим прокомментировать, высказать свою точку зрения на все события. И также, может быть, сказать, да, это было, по вашему мнению, это была атака, заказная, спланированная, либо это было, возможно, цепь событий, которые просто так вот совпало. И, уважаемые коллеги, но я прошу здесь даже не по очереди, просто вот по мнению высказаться, а далее я предложу слово Марии Лышновой как представителю, как раз-таки вы за всех будете у нас отвечать, за СМИ. А сейчас я сначала прошу высказаться, ну, высказать свое мнение. Лена, микрофон здесь. Что это было? Как вы считаете? Предположительно, это была информационная атака, мы можем об этом судить именно по количеству публикаций и каких-то дополнительных сообщений в медиа, явно совпавших по времени. В любом случае, я вот напомню, что я представляю организацию, которая отвечает за внедрение электронного документа оборота в бизнесе, и для наших компаний это, скорее всего, была информация, которая не касалась их непосредственно, потому что те инциденты, которые возникали и которых сообщали в прессе, в медиа, они в основном были связаны с мошенническими действиями с гражданами. То, что происходит в корпоративном сегменте, никак, в общем-то, не было связано с мошенничествами. Те организации, которые участвуют в нашей площадке, они в основном, если какую-то судебную практику имели, то все конфликты были в основном связаны с тем, что использовалась простая подпись или неквалифицированная подпись, и взаимоотношения контрагентов не были достаточно четко прописаны в соглашении в электронном документ обороте, либо не использовалась доверенность, и, соответственно, невозможно было подтвердить наличие полномочий у подписанта. Но каких-то серьезных конфликтов, связанных с применением квалифицированной электронной подписи, в нашем сегменте точно не было, поэтому не очень для нас было это актуально. Спасибо. Ну, я как человек, неоднократно комментирующий эту ситуацию, вообще забавно вспоминать Росреестр, и вот ситуация с применением в взаимоотношениях с данным органом квалифицированной электронной подписи – это такой трудный ребенок, потому что сначала Росреестр очень долго, они были закрыты, они понимали колоссальную социальную значимость, потому что сложно представить в России для физического лица, что может быть более ценным, чем его имущество. И Росреестр до последнего бился с Минкомсвязи о том, оправдывали, почему они принимают только определенный вид сертификатов, только с определенным АИДом, только с дополнительными требованиями по идентификации и процедуре выдачи. Но они были сломлены, потому что тогда был тренд, ну мы же приняли замечательные 63 ФЗ, и был тренд о том, что квалифицированная электронная подпись – это верхнеуровневый сертификат, доверие к которому должно быть априори, поэтому вы не равнее других ФАИВов, будьте добры, свои АИДу уберите и исполняйте закон. Но Росреестр сказал – есть, и мы имеем то, что мы имеем. Это одна сторона медали. Конкретно данной истории, я считаю, что это была однозначная информационная атака. Сложно сказать, кто был ее заказчиком, я не буду сейчас шпионские игры здесь устраивать, да? Но если кто-то сталкивался с черным рынком, но риелторов и недвижимости, то знает, что когда уводят квартиру, она в короткий промежуток минимум 4-5 раз меняет владельцев. В данном случае ситуация была абсолютно идиотическая, простите мне это выражение, потому что ни покупатель, ни продавец не претендовали на эту квартиру. Произошла ровно одна итерация, и на этом все остановилось. И тот, и другой потом письменно отказались от каких-либо совершенных действий, и все откатилось тихо-спокойно назад. Никто не пострадал, никого не обули на деньги, простите жаргон, да? То есть не было жертвой ни покупатель, ни продавец. То есть это вот такой вот уникальный кейс, который очень сильно зарядил инфоповод, очень сильно создал социальное напряжение, но при этом никто не пострадал. Это уникально, я считаю, ситуация вот в отношении недвижимости. Все бы попытки хищения так заканчивались, когда вот и деньги никто не потерял, и квартиру никто не потерял. И все ли сказали, да нет, никто ничего не претендует и разошлось. При этом все напуганы, и до руководства страны донесено. Там социальное уже волнение начинается. Иван Андреевич, как Сбербанк вообще на это смотрит? Может, это даже неофициально? Сбербанк. Здравствуйте, коллеги. Ну, могу сказать, что тут было такое письмо от Банка России с просьбой подготовить статистику о неправомерном использовании квалифицированной электронной подписи. Оно было, по-моему, не только банком направлено, но и другим подведомственным Банком России организациям. Мы готовили соответствующий отчет, и могу сказать, что ни одного кейса использования неправомерного квалифицированной электронной подписи мы не выявили. И, наверное, какие-то шпионские игры играть не будем. Искать того, кто там все-таки... Будем, наверное, надеяться на то, что это случайно совпадение. Прекрасно, что уже мнение, ну, скажем так, не единое. Наталья Александровна, ваше мнение? Ну, поскольку у меня уже в анализе не один кейс, а два, это уже квартира в Москве, то это уже наводит на некоторые мысли о том, что такие мошеннические действия могли произойти в других концах нашей страны. Есть очень большие подозрения, что просто такая ситуация скрывается по тем или иным причинам, и это немножко настораживает. Поэтому здесь надо отслеживать ситуацию, смотреть. Сейчас закон изменили, дырку-то одну прикрыли, но там и другие дыры достаточно. Действительно, то, что мы кейсов таких не выявили, не знаем, не означает того, что их не будет. И, конечно, надо безопасности использования квалифицированной электронной подписи беспокоиться. Это совершенно правильно. Обеспечивать безопасность нужно. Есть только вопрос, с какими именно методами. Мы позже об этом подробнее расскажем, какие методы мы видим со стороны бизнес-сообщества. И теперь слово Мария. Давайте я расскажу, что на самом деле внутри редакции происходит. Почему я могу рассказать об этом? Мария, можно буквально несколько слов? Почему вы так уверенно об этом заявляете? Сколько лет вы работали? Я 11 лет поработала на телеканале «Россия-24», была и корреспондентом, и исполнительным продюсером, и человек, который, собственно говоря, создает новости. И тот человек, который сидит на летучке и говорит, что та или иная тема подходит нам для того, чтобы дальше ее делать или не делать. Собственно говоря, как происходит новостное поле? Есть основная повестка. С утра в утром, накануне вечером вы обсуждаете, а дальше утром в 10 часов новостная повестка. Какая она обычно происходит? Основные темы, государственные важности, законопроекты, не дай бог, теракты, убийства, еще что-то очень важное. А дальше спускается уже все то, что волнует каждого из нас. То есть то, что связано с имуществом, то, что связано с конкретным человеком, с его жизнью, с его собственностью, и все то, что волнует нас. То есть, например, страх лишиться квартиры касается каждого, собственно говоря, гражданина. Поэтому такая тема может быть и должна быть интересна. Поэтому подхват этой темы был вполне себе очевиден. И ее делали. Почему, кстати, я могу развернуть историю, почему первый канал? Потому что для первого канала, когда сотрудник подошел к своей редакции, я это знаю изнутри, говорит, есть такая тема, говорит, нет, нам не подходит. Это не для эфира федерального канала. Это слишком мелковато. Это регион. Это еще непонятно, чем закончится ситуация. Поэтому, когда подняли хайп уже многие остальные до мелких издания, например, там, Новый Звезд, БФМ, Россия-24. Россия-24 очень любит поковыряться в каких-то сложностях и обвинить в том, что кто-то неправ. И дальше уже поэтому начало все это дело раскручиваться. Как происходит, в принципе, журналисты? Откуда взялись там энное количество экспертов? Вот представьте себе эфир телеканала Россия-24. Все происходит очень быстро. То есть, например, появилась новость, мне нужно в течение часа или двух уже выдать информацию. Мне нужен эксперт. Как часто эксперты или как вы, уважаемые эксперты, готовы прямо сейчас давать комментарии, да? Вам нужно хотя бы как минимум подумать. Ну, это хорошие эксперты, которые дают постоянно, да, комментарии. Очень трудно, я уже как пиар-директор, мне очень трудно объяснить своим сотрудникам, что нужно делать моментально, иначе мимо пройдет новость. Иначе вместо вас появятся те-то псевдоэксперты, которые, собственно говоря, на такой волне выходят. Почему? Потому что звонит продюсер в некую организацию, у которой есть что-нибудь из серии «Безопасность плюс» или как угодно «Безопасность про», назовите ее. Говорит, ну вы можете, конечно, мы можем. Они готовы на любую тему. Общими словами, журналист доволен, собственно говоря, он получил информацию, он первый уже пошел. Как это к вечеру развернется, это уже личная ответственность конкретно и журналисты, и редакции. Часто, так как много оперативной информации, сотрудники не уделяют внимания важности того, кто это говорит. Им важно получить. Чем горячее, тем лучше. Вот, как-то так это происходит. Мое мнение, возможно, это вброс с точки зрения продуманной, но то, что реакция СМИ была спонтанной и вот такая вот цепочная, это точно потому, что тема хайповая, потому что мне лично интересно, что будет с моим имуществом, с моей квартирой, и что будет дальше, буду ли я защищена. То есть я думаю, что здесь разговор только об этом. Я думаю, что нужно обсудить, как это нужно отрабатывать. То есть отрабатывать, я знаю, что вы через три дня вышли, это действительно был правильный шаг. Нужно в моменте, конечно же, закрывать сообщество, говорить о том, что мы, что, например, мы с Андреем Пьянченко, не вижу, здесь ли он, не здесь, «Восход» были на телеканале «Россия-1» в эфире «Доброе утро», говорили про электронные подписи, и как раз речь шла и задавалась про квартиру эту в том числе. Важно говорить о том, что электронные подписи – это безопаснее. И нужно вбрасывать регулярно в самообщество и рассказывать о том, что это хорошо, и сравнивать конкретные цифры. Сколько было мошеннических действий, связанных, например, с подписью обыкновенной, и сколько мошеннических действий связано с подписью электронной, и какая разница, и где это эффективнее, и где, например, люди, незадействованные, и с точки зрения электронной подписи, насколько это надежнее. То есть нужно постоянно, регулярно работать с сообществом, работать с журналистами. Нужно журналистов, в кавычках, подкармливать, подкармливать информационно, нужно с ними общаться, доносить информацию. И в этом случае, когда случится очередное такое событие, вы уже будете иметь у себя, не знаю, там, целую колоду журналистов, вы сможете позвонить накануне или в моменте, и сказать, как на самом деле. Я вообще придерживаюсь позиций вин-вин, то есть ты даешь журналисту информацию, откуда я это взяла, потому что сама была на другом фронте, ты даешь человеку информацию. То есть, в принципе, мы как сообщество можем формировать мнение. Например, приведу пример, электронный паспорт, перейду, да, коротко. Электронный паспорт, да, о котором сейчас разговаривают, и восход делал много репортажей, ну, много, там, за последние два месяца, восемь репортажей на федеральных СМИ было. И так как журналисту некогда разбираться глубоко в этой теме, нужно подготовить журналиста, нужно создать ему базу, не полениться сделать выкладку материалы, цифры, факты, и отдать ему все это дело в рот. То есть, в данном случае, расположив к себе журналист, отдав ему информацию, выигрываете вы только потому, что вы поделились информацией той, которой у него нет. Как-то так. Спасибо. Есть еще комментарии. Спасибо за посыл, что работают с журналистами. Знаете, интересно отметить, что когда вот эта цепочка событий происходила, вся эта атака так лавинообразна, мы все начали более активно общаться, коммуницировать с друг другом. Мы, я имею в виду вообще эксперты отрасли и компании. И что интересно, такой интересный момент, что вот когда наступает какая-то, ну давайте назовем там условно, ну там проблема, беда, касающаяся всей отрасли, но вы, как участники отрасли, вы это читали, вы это видели. Я только назову РБК ведомости коммерсант. То есть, это три для нас таких, мы считаем, что важных источника, через которые мы доносим свою точку зрения, и позиции до, ну, может быть, даже не до руководства страны, но до руководящих людей, которые влияют на отрасль. Если вспомните, вот только ведомости, буквально за лето, ну лето это вроде как низкий сезон, да, то есть отпуска, но даже за лето вышла у нас публикация комментариев, наверное, не менее трех только ведомостей. Если взять по всем СМИ, но не менее пяти. Были взрывные публикации. Я надеюсь, что все прочитали публикацию, в которой было обращение такое правильное, сильное от ECR, как раз и Лена здесь вот даже попрошу дать комментарий. Я думаю, не надо испытывать иллюзии по поводу того, что обращение к средствам массовой информации с описанием какого-то кейса не всегда вызывает ответную реакцию у медиа, да, то есть здесь, конечно, сыграло роль то, что очень крупные имена были за нами, за нашей организацией, то есть это действительно крупные поставщики, крупные розничные сети обратили внимание на то, что изменение законодательства приведет к серьезным проблемам в корпоративном электронном документообороте, поэтому интерес у журналистов появился к этому обращению. Скажи, пожалуйста, название, вот как оно вышло в СМИ, там было название, которое никого не оставит равнодушным, помнишь? Ну, по-моему, X5 Retail Group у нас там упомянули из наших 80 организаций, которые входят в состав площадки. Само название говорилось о том, что изменение законодательства... А, термин, да, парализует работу организации. Парализует работу бизнеса. И там была фотография Дмитрия Анатольевича Медведева, ну и, соответственно... Ну, это на самом деле не громкие слова, это действительно так, потому что у компании сейчас очень серьезная нагрузка идет в связи с необходимостью работать с госинформ-системами, с Меркурием, ЕГАИС и системой маркировки. В общем, действительно, нагрузка огромная. И те изменения, которые сейчас потребуются от бизнеса в связи с реформированием системы подписания, это действительно может привести к тому, что будет бизнес парализован. Сыграло роль два фактора. То, что обращались к Медведеву и то, что обращались очень крупные компании, которые непосредственно связаны с потребительским рынком. То, что будет происходить с ними, отразится на простых гражданах. Не только вот через квалифицированные сертификаты, которые могут быть подделаны и повлияют на какие-то ситуации с приобретением квартир, но повлияют другим образом на граждан, через повышение цен или через какие-то проблемы с поставщиками. Спасибо. И после этого, как раз после этой публикации, произошел тот контакт, который ждали. И начали слышать точку зрения. Анастасия, Вы что-то хотели прокомментировать еще? И перейдем к следующим вопросам. Просто к истории квартиры и Росреестра добавить, что когда 63 ФЗ вот только приняли, и вот, к сожалению, это вменяет сейчас у нас. Удивительная ситуация. Исполнение закона 63-го вменяет в вину удостоверяющим центрам, потому что, к сожалению, в 63-м федеральном законе у нас не установлен институт представительства. Закон прямо позволяет использование простой формы доверенности. И именно это самая главная дыра и слабое место действующего закона. Именно против простой формы доверенности уже три года мы пытаемся бороться и доносить, почему это зло. Почему это зло для граждан? Нас услышали. Спасибо тогда еще депутату Железняку. Я у него на круглом столе, на Госдуме, как раз докладывала, когда Росреестр переломили и заставили отказаться от Аидов. Была редакция, первоначальная 63 ФЗ, которая даже для граждан предполагала возможность одного лица за другое лицо прийти и получить сертификат по простой форме доверенности, а не нотариально. У нас ушел год на то, чтобы доказать необходимость хотя бы для физических лиц закрыть такую возможность. И Сергей Владимирович Железняк был единственным депутатом, который нас услышал и внес от себя депутатские запросы, и эти поправки оперативно приняли. Но, к сожалению, это не является абсолютной панацеей. Это закрыло самые простые сценарии. Дальше вскрылась сложность проверки нотариальной доверенности. Тогда еще не было возможности, да и сейчас она с трудом работает, к сожалению, к нашему большому возможности проверки нотариальных доверенностей, потому что даже если удостоверяющий центр позвонит нотариусу и спросит, выдавал ли он такую доверенность, нотариус ему не ответит, потому что мы для нотариусов не являемся теми, кому они обязаны давать такой ответ и вообще должны разглашать подобного рода информацию. И это значительный пробел. Я знаю, что нотариальная палата сейчас активно работает над созданием реестра, который позволит через, я надеюсь, сервис СМЭФ, что будет этот юридически значимый запрос-ответ, делать запросы и получать ответы по поводу действительности нотариальной доверенности. Действительно ли она выдавалась данным нотариусом, данным лицу. Там, конечно, остается дискуссионный вопрос о содержании формы доверенности, но это уже более такая глубокая история. Я надеюсь, что этот вопрос все-таки будет до конца закрыт. Спасибо. Но мы плавно перешли ко второму вопросу. Это мошенничество действия с электронной подписью и поддельными паспортами. Здесь можно, наверное, и разделить на две части. Все-таки мы берем мошенничество с использованием, вернее, в сфере для физических лиц и в корпоративном секторе. Да, Анастасия, верно говоришь о том, что мы везде утверждаем, что, да, электронная подпись, как украсть, как вообще возможно украсть электронную подпись? Нет, слово подделать. Везде мы утверждаем, подделать ее невозможно. Можно только подделать документ, с помощью которых вы получаете. И скажите, в зале у нас есть, я точно знаю, что есть представители удостоверяющих центров, которые рассказывали не одну историю о том, когда приходит человек для оформления и получения электронной подписи и вдруг убегает. Вот есть такие? Ну, когда начинаете оформлять, да, начинаете идентифицировать, и он встает, убегает. Что? Есть такие? Ну, были случаи такие? Да, я кроме вас еще знаю, вот, 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 вот оно, оно есть. А мы ничего не можем сделать. Пришел так? Ты ли Иванов? Нет, не это. Человек убегает, остановить невозможно, ну и так далее. И об этом бы и сми рассказать, да, но этот вопрос мы тоже поднимали. Вот комментарии какие-то есть по теме, Иван Андреевич? Были такие в Сберии. Я как-то пришел в Сбербанк оформлять на юридическое лицо электронную подпись. Столько процедур идентификации, ну, как-то больше нигде не проходило. Я, по-моему, разговаривался с сотрудницей, которая оформляла, и задаю вопросы. Ну, это как социнженерия, да, такая небольшая. Задаю вопросы, а бывают ли такие случаи? И человек разговаривался, говорит, ой, да, бывает. И рассказывает, что раз на раз приходят люди, которые имеют наглость и во второй раз приходить, ну, как бы, с попытками в разные отделения. Вот. Может быть, вы сами случай не знаете, но как вот с земли вам передаю эту информацию, вот скажите. Прокомментировать так, наверное, подробно-то не могу, потому что вопрос такой не совсем в моей сфере, но, безусловно, у нас постоянно в отделениях банка, то есть каждый день фиксируются случаи, когда люди приходят с потерянными документами, ну и, соответственно, кто-то из них в итоге оказывается задержан, например, на правоохранительные органы. Кто-то, да, кто-то успевает убежать. Ведь эта схема, конечно, известная, но у нас достаточно жесткая процедура проверки паспортов и, ну, собственно, говоря, позволяет с таким видом мошенничества бороться. Конкретно при выдаче электронной подписи, ну, такой статистики не располагаю, но вот именно при обслуживании, при обслуживании, да, ежедневно несколько случаев таких имеет место быть. А по поводу, наверное, статистики причин, то я просто обратил внимание во время докладов нашей же конференции. Александр Павлович Баранов сказал, что у него 90% случаев нарушения использования электронной подписи, неправомерного использования, связанных с как раз простыми доверенностями. Потом в докладе Федеральной таможенной службы обратил внимание на то, что, по-моему, 71%, могу ошибаться, по-моему, 71% было сказано, что это связано с использованием электронной подписи третьими лицами. То есть как раз вот этот случай, когда электронная подпись, ну, либо сразу получается не тем, кто, так сказать, мошенником, либо она каким-то образом попадает в руки мошенников. И было такое предложение как раз со стороны Федеральной таможенной службы, что хорошо внести в КОАП и уголовный кодекс ответственность за использование чужой культуры на электронные подписи. Так что тут мой комментарий, наверное, в этом. Вот как раз Вы и представили нам непосредственно Генрика Овсяповича, начальника отдела административных расследований и дознания управления таможенных расследований Федеральной таможенной службы России. Я буду здесь говорить только о коммерческой составляющей. Когда подаются электронные декларации, такие декларации у нас все подаются владельцами электронных подписей, являются юридические лица с закреплением на конкретное должностное лицо этого юридического лица. Мы вот как раз столкнулись с такой проблемой, здесь вот правильно коллега сказал, то есть ситуации бывают разные. Может быть ситуация, когда эта электронная цифровая подпись получена незаконным путем, а может быть ситуация, когда она вполне, то есть конкретное лицо пришло в удостоверяющий центр, получил эту электронную подпись и в последующем вот есть факты продажи, передачи этой электронной подписи третьим лицам. И вот мы можем буквально несколько примеров привести. У нас в таможенной сфере есть таможенные представители, которые осуществляют декларирование через заключение неких договоров представительства. Естественно, если декларирование осуществляет таможенный представитель, то именно он несет юридическую ответственность, как представители этого лица могут нести уголовную ответственность, так и административную ответственность за правонарушение в таможенной сфере. И для того, чтобы уклониться от этих правонарушений именно в таможенной сфере, они используют электронные подписи третьих лиц, юридических лиц, и подают эти таможенные декларации уже сотрудники этого таможенного представителя, подают таможенную декларацию, подписывают ее электронной подписью некого третьего юридического лица. И когда фиксируются правонарушения, естественно, мы смотрим на документы, по этим документам декларация подписана и подана неким ООО «Ромашка», и естественно, за этим ООО «Ромашка» никакого имущества, никаких финансов нет, это некая фирма-однодневка, взыскать какие-либо штрафные санкции, либо найти каких-либо физических лиц, которые являются работниками этого юридического лица, как правило, не представляется возможным. То есть это некая схема ухода от административной и уголовной ответственности именно в таможенной сфере. И были случаи, когда мы в ходе обыска у некого таможенного представителя обнаруживали 150 электронных подписей, принадлежащих разным юридическим лицам. И как таковой факт, он в принципе никакой ответственности на сегодняшний день не установлено. То есть предъявить некие меры воздействия к такому лицу на сегодняшний день нельзя. Есть ситуации, когда через таким способом осуществляется контрабанда леса, электроники. То есть довольно-таки мы когда тоже перед форумом готовились, запрашивали таможенные органы, мы, честно говоря, удивились масштабом. Масштабы довольно-таки использования электронной подписи третьими лицами, они обширные. И от Дальнего Востока до Калининграда такие факты есть. Причем что учет, как таковой, таких фактов не ведется. Это, как говорится, то, что вспомнили таможенные органы, то и нам сообщили. Поэтому у нас возникло такое предложение. Ну, во-первых, по нашему мнению, в 63-м ФЗ должен стоять четкий запрет на передачу электронной подписи, квалифицированной принадлежащей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям третьим лицам, в том числе работникам этого лица. И должна быть обязанность, поскольку были такие факты, когда лица использовали электронную подпись после увольнения, то есть уже должностное лицо уволилось, а его электронная подпись живет своей жизнью, ими подаются таможенные декларации, совершаются правонарушения. И, в принципе, получается, что, как таковая обязанность по аннулированию такой электронной подписи в законе сегодня нет. То есть есть случаи, когда индивидуальный предприниматель исключен из государственного реестра, а его электронная подпись живет своей жизнью, и ими подписываются электронные документы. Есть случаи, когда третьи лица используют электронную подпись в банковской сфере, выводятся на Дальнем Востоке. Есть конкретный пример незаконного вывода валюты в эквиваленте на 5 миллиардов рублей. Тоже сейчас по этому факту идется дознание. То есть за это надо вводить ответственность. Ответственность, во-первых, за факт передачи своей подписи третьим лицам, и ответственность тех лиц, которые эту электронную подпись незаконно используют для совершения неких мошеннических и незаконных действий. Да, я, кстати, еще один момент хотел сказать. Было сравнение, что электронная подпись, коллега из Беларуси сказал, что электронная подпись – это как ключи от квартиры, которые лицо никому не захочет передать. Это так, если в этой квартире есть некие ценности, имущество, ну тогда да, у лица нет резона этого делать. А когда в этой квартире ничего нет, то он в принципе, это некий уже бизнес продажи подписи, он за это может получить некое вознаграждение, при этом никакой ответственности он за это не несет. Спасибо, Генрик Остепович. И мы, и Сергей Анатольевич, просим как раз дать формулировки для итоговой декларации, которая будет согласовываться далее. Но некоторые позиции, как раз обращение, они уже учтены в текущей версии законопроекта, и все-таки были услышаны просьбы, мольбы, советы о том, чтобы все-таки включить административную уголовную ответственность по отношению к неправомерному, скажем так, использованию электронной подписи или попытке даже, да, Анастасия? Нет? Я хотела сказать, что не все, не весь объем. У нас почему-то правонарушением считается подделка паспорта, а если подделан отфотошоплен скан паспорта и предоставлен удостоверяющий центр с целью завладеть электронной подписью, а нынешняя редакция, к сожалению, к нашему большому, позволяет предоставить не оригинал, а всего лишь условно заверенную копию паспорта, если речь идет о электронной подписи юридического лица, то в случае наступления последствий негативных удостоверяющий центр он несет риск вплоть до отзыва аккредитации и прекращения его деятельности, а заявителю нанесет риск никаких вообще. Попытка возбудить при остановлении, к счастью, не была выпущена подпись по такому кейсу действия, нам классифицировалось максимум как хулиганство. Вот у меня вопрос, а хулиганство ли подделка паспорта Российской Федерации при попытке получить аналог собственноручной подписи, на минуточку? Не надо противопоставлять вот ту технологию, которую вы создаете, это замечательная технология, той инфраструктуре, которая создана. И не просто так даже Александр Павлович Баранов, когда выступал, и говорили, что вот рынок квалифицированных электронных подписей на настоящий момент выглядит как 95% пользователей – это юридические лица, и лишь 5% – это физические лица. И ваш продукт, он великолепен для физических лиц. Он замечательно ляжет на вновь создаваемую инфраструктуру, где не надо ничего ломать, и она только формируется, а это именно электронные трудовые книжки. Когда взаимоотношения не между сотрудником и юридическим лицом, а между физическим лицом и юридическим, то есть P2B, P2G, вот ваш продукт, он замечательно закроет эту потребность. То есть замечательная история с тем, что будет сертификат, который можно считывать и условно убедиться, что Попкин действительно пришел. Ну, Попкин – это Попкин, да, там никто не вырезал фотографии, не переклеил ничего другого. И это закроет фронт на самой первой линии, когда действительно все случаи, которые вот мы разматывали, мы приходили к тому, что был подделан бумажный носитель. И не надо демонизировать удостоверяющие центры, электронную подпись, на самом деле это происходит везде. Те же самые НПФ, которые тут в СУИ уже упоминались, да, последний блок, который был, там вообще не было в схеме, когда увели пенсионное накопление, использована электронная подпись, там были подделаны нотариальные доверенности, никого нигде не смутило, что от одного нотариуса идут сотнями и тысячами эти нотариальные доверенности и просто какая-то бешеная производительность, да. И опять мы опираемся в то, что их нельзя электронно сейчас никак проверить, и это не отслеживается. И вот я считаю, что тоже та инфраструктура, которая создана сейчас для бизнеса, удобна бизнесу, потому что удобно администрировать сертификаты именно корпоративном документообороте, очень классно стыкуется с той идеей, которую продвигаете вы. И это концепции не взаимоисключающие, а взаимодополняющие. Если вы обратили внимание, то в докладе Олега Бориса Чапакова он рассказал, тоже как раз остановился на том, что появляется электронный паспорт, рассказал о законопроекте об изменении закона об электронной подписи и сказал, что он видит путь к целевой картине, целевая картина как раз использования электронной подписи на электронном паспорте или на удостоянии личности гражданина городского сокращенного ЛГЭ. Через... Но при этом целевой вариант видит, что надо достигать его в связи с задачей обеспечения безопасности, в связи с задачей прекращения мошенничества, через принятие законопроекта в текущей редакции, которая предусматривает монополию удостоверяющих центров НС на выпуск сертификатов электронной подписи юридических лиц и через введение процедуры двойной подписи в случае гендиректоров юридических лиц. И более того, я еще попросил нас подумать, участников конференции, о том, что вот... Как вот мы смотрим на то, что, допустим, паспорт выдается не всегда государственными органами, как бы вот так он явно намекал на то, что там может быть первичную идентификацию при выдаче серной электронной подписи тоже в заложительных государствах. Вы подумайте, ответьте на этот вопрос мой. Вот, собственно, наверное, как раз хочу ответить на этот вопрос Олега Борисовича по поводу двухэтапного перехода. Двухэтапный переход на целевую модель с использованием старения личности УКЭП на УЛГ через монополию ФНС, через две подписи, ну и на мой взгляд, и на взгляд бизнес-сообщества. Просто недавно после совещания у Максима Алексеевича было поручение бизнесу предоставить свое мнение относительно того, как вот достигать целевой картины либо сразу, либо через промежуточную такую фазу. И было подготовлено заключение от фонда Сколково о том, как как раз нецелесообразно идти через путь монополии ФНС и выдачи и использования двух электронных подписей. Потому что получается, что мы затратим огромнейшие ресурсы на изменение всех систем электронного документа оборота, на переобучение пользователей, создадим массу всяких разных рисков, не очень нехороших. И неправильно двигаться через этот путь, правильно двигаться сразу к целевому варианту. Второй вопрос – это относительно того, кто что-то должен отдавать сертификаты квалифицированной электронной подписью. На наш взгляд, опять-таки, на взгляд бизнес-сообщества в том письме, о котором упоминаю, правильно все-таки не монополизировать эту деятельность, оставить ее за удостоверяющими центрами. А если говорить о задаче обеспечения защиты, безопасности от защиты от мошенничества, то использовать те механизмы, которые заложены уже в текущем законопроекте, то есть это ужесточение требований по идентификации, это ужесточение требований к удостоверяющим центрам в части стоимости входа на рынок удостоверяющих центров. Плюс я бы добавил действительно то, о чем мы сейчас говорили, про простую доверенность за предыдущие такой схемы, действительно ввести ответственность за использование чужой эквалифицированной электронной подписи. И еще дополнительно предложил бы, наверное, чтобы Федеральная налоговая служба может дать бизнесу, дать удостоверяющим центрам коммерческим, скажем так, интерфейсы для проверки тех, значит, лиц, которые просят выдать им сертификат квалифицированной электронной подписи, реализовать, грубо говоря, АПИ. Почему для такой проверки? Почему так? Потому что сейчас с таком проектом предусмотрено, что квалифицированную электронную подпись с его лица можно будет получать дистанционно. То есть получается, что уровень доверия к этой электронной подписям практически равен доверию к коммерческим индустоверяющим центрам, которые будут выпускать сертификаты для физических лиц согласно законопроекту. Но Федеральная налоговая служба, я так полагаю, располагает какими-то ресурсами дополнительными по выявлению штабнальных контор и потенциальных мошенников. И если мы будем направлять запросы на проверку, а не возвращать нам да или нет, как раз мы достигнем повышения безопасности, но при этом без переделки всей нашей системы электронного документа оборота. Но еще не так давно речь шла о попытке, даже возможности проведения эксперимента и обращения в налоговую службу по этой теме. То есть, видимо, нужно как-то это дожать или как-то инициировать. Потому что я помню, что обсуждение было, но как-то не довели, Иван Андреевич. Идея хорошая, но понятно, что процентов на 80, что она не будет услышана, у нас есть 20%, мы можем ее довести, попробовать. Ну да, просто надеюсь, что с этой трибуны, может быть… Давайте, как предложение, кстати, в итоговую декларацию включить, и это будет уже официальный, по сути, скажем так, посыл, запрос. Да, еще поддержу идею, которую Анастасия выдвинула. Действительно, очень хорошая идея относительно того, что у ЛГ, его все-таки имеет смысл использовать не как единственный носитель электронной подписи, потому что тоже создает определенные проблемы, надо все-таки его использовать, рассмотреть как один из носителей электронной подписи, но это идеальное средство для аутентификации. Как раз при выдаче сертификата эксклюстированной электронной подписи можно его использовать для аутентификации того лица, который обращается за сертификатом. Это действительно, я думаю, очень нам поможет. И, в принципе, даже можно, наверное, вот как бы, ну не знаю, там можно таким условием ставить, что хочешь получить сертификат юрлица, юрлица, или даже там физлица, ну вот получи у ЛГ. Прекрасно, прекрасно цифра идет в тему следующего нашего вопроса. Взлетит ли подпись, электронная подпись физических лиц? То есть вот вы сейчас дали уже вариации, как она может, как вам может способствовать тому, чтобы она взлетела. Да, и еще один такой тезис, то, что мы говорим, нужно искать, вернее, СМИ ищут поводы. По сути, это прекраснейший повод, но вопрос, как это обыграть и подать в СМИ, чтобы они схватили, что внедрение как раз у ЛГ, реализация на всем пространстве нашей Российской Федерации, по сути, изничтожает как раз всевозможные мошеннические схемы с поддельными документами. Это же плюс, с одной стороны, и для распространения тематики у ЛГ, и в то же время это большой плюс для как раз укрепления доверия к деятельности самих удостоверяющих центров. Мария, это уже тоже обращение и к вам, чтобы вот этот момент как-то использовали, мы готовы всем сообществом тоже поддерживать, так как у вас одна из целей, это как раз информирование населения о данном проекте, проекте электронных паспортов. Да, более того, я разработала глобальную историю, федеральную историю, показала ее уже в министерстве, показала пресс-секретарю Акимова. Дальше посмотрим, что будет с этим. Моя сверхзадача, моя личная сверхзадача, да, сделать так, чтобы это в глазах, умах обычных граждан стало как нужным, важным документом. Мне кайфово от этой истории, мне хочется... И добавьте туда, что это действительно просто уберет возможности мошенничественных действий. Как-то так подвигать... Да, 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 мы говорили в Куларах об этом, да, это уберет возможности как минимум лишних людей, да, ошибок с точки зрения человеческого фактора, уберет коррупцию на местах, да, уберет человеческую ошибку, решит много задач. Плюс электронный паспорт дает возможность упрощения вообще глобально документа оборота минимум. Дальше один из пока наших предложений, инфомат, да, он неизвестно, какие будут в нем услуги, но, например, первый в качестве там шуточного варианта это возможность заключения брака. И дай бог, если мне позволят там 14 февраля сделать, это, конечно же, в качестве там образца, везде будет написано образец, образец, да, но, подходя с электронным паспортом к этому информату, мужчина и женщина, подтверждая своей электронной подписью, говорят, да, я согласен провести с этим мужчиной. И вообще всем запретить обращаться в ЗАГС без электронного паспорта. Да, и наконец-то уйдут женщины с кулими на голове. А вот у меня вопрос уже сразу, да, вот по мнению экспертов, электронная подпись физических лиц как будет влетать? Кто-то может сказать, ну, пойдет ли это? Все-таки везде статистика наша говорит о том, что 95% даже хождение электронной вообще используют электронные подписи. Клюстер электронной подписи – это все-таки корпоративный сектор для физлиц. Он как бы неиспользуемый. Давай попробую с точки зрения пиара, да, рассказать. То есть чем больше мы даем возможности и услуг, и чем больше люди начнут понимать, что это сильно упрощает их жизнь, и меньше нужно стоять очередей, тратить время, что это будет более безопасно, и чем больше мы будем об этом рассказывать в СМИ, на реальных примерах, на реальных кейсах, тем быстрее эта вся история полетит. Это я говорю с точки зрения пиара, да. Спасибо. А вот я сейчас хочу спросить вот у ваших коллег, как раз вот Анастасия Сергеевна, по вашему мнению. Ну, я, наверное, здесь выступлю неволен оппонентом. Я не верю в рынок физических лиц, потому что, точнее как, электронная подпись для физических, да, но неквалифицированная. Квалифицированная электронная подпись для физических лиц не нужна. Зачем она была нужна? Какие были сценарии? Недвижимость, которую закрыли по понятным причинам, НПФ, которые тоже там… Ну, очень часто это использовалось неосознанно людьми, то есть это не их потребность в этом. И замечательно у ФНС работает НПФ для физиков, для возможности возврата подоходного налога. Замечательно на госуслугах работают ПЭПы, которые ясно, просто и понятно, бесплатно. И вот они хорошо выстреливают в массовом сегменте. У нас почему-то мы хотим очень сложно усложнить, дать вот максимум-максимум супертехнологичного продукта, впихнуть, догнать, причинить добро всем гражданам нашей необъятной Родины. А как же рынок нужно расширять? Все-таки у нас есть разработчики. Ну, давайте вспомним про то, что у нас цифровое неравенство. Но попробуйте, ради бога, приехать в Сибирь, где три дня может идти буран и сотовой связи, даже не будет и объяснить бабушке, на кой ей ситуацию, когда ей нужен УЛГ, причем непременно сквалифицированной электронной подписью, что вот она вот, ей будет сидеть у себя вот через, я не знаю, там почту, спутниковую тарелку, завещание составлять. Но бабушке, наверное, проще к нотариусу пойти и заявить волю, а уже нотариус с электронной подписью сможет это завизировать. То есть надо все-таки разделять там, где есть потребность в конкретном типе электронных подписей. То есть на самом-то деле логика в 63 ФЗ была заложена хорошая, была сделана градация. Есть простая подпись, она так и называется, простая электронная подпись, да, а есть усиленные, усиленные, дальше распадается на квалифицированное, неквалифицированное, да, это лирика. Но надо понимать, что вот, ну, в среднестатистическом жизненном сценарии человека ему не нужен верхний уровень этой подписи, потому что ему это тяжело технологически. Анастасия Сергеевна, мы услышали мнение, и Наталья. Еще лет 10 назад, когда в Австрии всех граждан выдали электронные паспорта, куда были как раз включены два сертификата, один для удостоверения личности, а другой как раз усиленный, квалифицированный, который планировался использовать для серьезных юридически значимых действий, через какое-то время они посмотрели статистику использования этих сертификатов, и данные показали, что для удостоверения личности значительная часть населения активно пользуется для получения различного рода государственных услуг, а вот усиленной, квалифицированной подписью пользовалось всего 5% населения. Через какое-то время эстонцы выдали своим паспорта, так вот статистика использования усиленной, квалифицированной подписи, встроенной в паспорт, показала те же 5%. Я думаю, что если сейчас говорить, сколько процентов населения будет использовать усиленную, квалифицированную, возможно, этот процент будет больше, потому что поколение за 10 лет все-таки выросло более, так сказать, продвинутой в смысле информационных технологий, но говорить о массовом использовании усиленной, квалифицированной подписи в ближайшее время, мне кажется, не стоит. Спасибо. Есть ли мнение еще? Еще комментарий небольшой по поводу использования электронной подписи физлица для целей подписания документов от имени юрлица. Опять-таки, отвечая на вопросы Олега Борисовича, бизнес-сообщество просит сохранить сектор корпоративной электронной подписи по следующей причине. Дело в том, что использование электронной подписи принудительно физического лица для целей служебных на работе в качестве сотрудника юридического лица, оно чревато мошенничествами с этой самой электронной подписью, с имуществом, несет риск к имуществу гражданина. И когда мы все это дело обсуждали, ну, собственно, спрашивали, а вот как можно этот риск митигировать? После долгих разговоров, в общем, пришли к тому, что способа митигации рисков для имущества гражданина в этом случае не видим. Поэтому лучше не создавать такой риск и просто эти секторы, так сказать, чтобы они существовали, каждый по отдельности. Вот эти тезисы нужно довести все-таки до большинства, но они даже доводятся на те же совещаниях и в Минцифре, но, как показывает практика, почему-то движение, ну, мы знаем почему, идет несколько иное, и многое не учитывается. Елена Юрьевна. Ну, я так понимаю, что все-таки стоит очень четко задача вовлечь физлица в использование квалифицированной электронной подписи. Олег Борисович говорил о том, что соотношение 90 на 10% применения сертификатов физлицами. Наверное, бессмысленно здесь спорить с нашими государственными деятелями. Раз уж такая стоит задача, то хотя бы нам нужно показать, какие риски связаны с тем, чтобы применять сертификат физлица в корпоративном электронном документообороте. Мы об этом, конечно, говорим. И здесь, наверное, важно понимать, что без понятной системы управления полномочиями использовать сертификат физлица, это значит гражданам подвергать очень серьезным рискам. Поэтому пока эта система не создана, мне кажется, даже не стоит пытаться начинать. Вот именно в корпоративном электронном документообороте, если не говорить о кадровом документообороте, уже Анастасия говорила об этом. Нам здесь возражают, как правило, что доля кадрового документооборота в общем документообороте незначительная. Да, действительно, это где-то, может быть, 1-2%. В зависимости от деятельности организации, там, где, в принципе, документооборот не очень велик, может быть, это и большая доля. Но здесь надо понимать, что количество подписантов в случае с юридически значимым документооборотом и количество подписантов в кадровом документообороте совершенно разные. То есть, если сотрудников в организации, может быть, там, 100 тысяч или больше, то, соответственно, скорее все 100% будут вовлечены в кадровый документооборот регулярный. А если мы говорим про юридически значимый документооборот по оформлению поставок, конечно, это гораздо меньше людей. Я думаю, что здесь у государства основной союзник по вовлечению физлиц в использование сертификатов квалифицированной электронной подписью – это бизнес. Поэтому бизнес нужно заинтересовать. Бизнес может быть заинтересован за счет того, что в кадровом документообороте каких-то серьезных сейчас изменений пока нет, и можно начинать все с чистого листа. Я думаю, здесь бизнес поддержит эту идею. Надеюсь, нас услышит. Бизнес это поддерживает и доводит информацию. Но все же хочется, или, вернее, указание поступило, нужно все и сразу. А поэтапно, когда мы задали вопрос, может быть, поэтапно, но, говорит, а так и будет поэтапно. Сначала законопроект мы введем, потом уже следующий этап. Коллеги, спасибо. Спасибо за ответы на этот вопрос. Один из вопросов – это действие в случае выявления факта мошенничества. Здесь все эксперты, вы сами можете нам друг другу прорассказывать, какие действия и что делать. Почему этот вопрос мы поставили? Этот вопрос задают многие представители СМИ. И вот сейчас идет такая, скажем так, пропагандистская деятельность о том, что та самая цифровая гигиена. И долго на этот вопрос останавливаться не будем. Хочется просто привести такой пример. Он не единый, вернее, не, скажем так, не единичный. И обратиться к участникам, есть ли среди участников форума или были ли среди участников форума представители Генерального удостоверяющего центра. Я вот так вот резко сразу... Генеральный удостоверяющий центр. Название такое громкое. Меня как-то переспросили, главную удостоверяющую? Нет, Генеральный удостоверяющий центр. В Росео периодически обращаются граждане, как раз те самые физлицы, с вопросами, что делать. Есть памятка на сайте Росео, опубликовали, что делать в случае, если или как получить электронную подпись, как за ней смотреть и так далее. Как раз та самая цифровая гигиена. И сейчас и Федеральная налоговая служба себя опубликовала буквально на днях, как пресечь неправомерные действия, что делать в отношении, если электронная получена для юрлиц и так далее. То есть эта информация сейчас, благо, уже распространяется достаточно активно. Но физические лица сюда не часто ходят на такие сайты, на такие порталы. Вопрос-то у меня был следующий к генеральному удостоверяющему центру. Как вы работаете, кто вы есть? Дело в том, что я обратился в физическое лицо с тем, что мы тему не поднимали про негосударственные пенсионные фонды, старались вообще как бы сильно ее не поднимать, но в самом факте они просто вынуждены ведут к этому переводы вкладов физических лиц в негосударственные пенсионные фонды. Тема для вас такая знакомая. Человек обратился, говорит, на меня выпустили подпись перелив вклада, обнаружилось это через несколько месяцев. И благо это он обнаружил, благо его как-то пришло это оповещение, откуда, ну сейчас я не помню, там вся ситуация у нас прописана. По ПНФПФ мы выяснили, что да, это генеральный удостоверяющий центр, находится по адресу город Москва, улица Автозаводская, дом какой-то, строение тоже какой-то. Далее, запрос сделан был в техподдержку портала госуслуг, с каких IP-адресов, что производились, какие действия, что интересно, вот просто выяснилось то, что при выезде на место в эту встречу, естественно, его в Москве просто нет. Дальше, по IP-шникам, откуда действия производились из республики Дагестан. Далее, мы связываемся с Романом Валерьевичем Кузнецовым, ну и обсудить эту тему, как с такими ситуациями быть, что, ну а что делаем, как-то все-таки скоординированно здесь действовать. И выясняется, ну для вас тоже это, скажем так, может быть не новость, а то, что да, необходимо, а первое сразу заявление, то есть оформить первое на, да, в Минцифру, обратиться в удостоверяющий центр, если вы знаете, где была сгенерирована эта подпись с тем, чтобы отозвать ее действия, третье, если это касалось пенсионного фонда, еще и в пенсионный фонд, и все зафиксируют, четвертое, это обратиться в органы МВД, что-то там много набегает. Но далее интересное, то есть мы-то за то, чтобы лишать аккредитации подобные организации, которые, ну непонятно, как вообще ведут деятельность, получили аккредитацию и где-то находятся, ну неважно даже где, на какой, в каком участке территории Российской Федерации, но их нет. И здесь мы пришли к такому вот мнению, что с Романом Валерьевичем, то, что да, заявление Минцифры принимает, начинает на него реагировать, и даже если осуществляет неплановую, например, проверку, то когда доходит дело, когда оповещают о проверке непосредственно самому удостоверяющему центру, это его лицо, все-то в конце какие-то у него есть, оказывается то, что тот самый заявитель, у которого выгнали пенсионные вклады, вдруг заявление свое аннулирует и отзывает. То есть это говорит о том, что просто человек просто покупает обратно, то есть выдают ему какие-то деньги, что может компенсация. И говорит, на этом разваливаются дела. То есть вот такая ситуация тоже есть, и вот здесь, наверное, можно к экспертам вопрос задать, может кто-то прокомментировать. Юрий, можно еще в развитии вашего примера, вот у нас тоже такой интересный пример есть, он пока еще, точка в этом вопросе не поставлена. В одной из таможен, значит, было подано 3 более 30 деклараций, по этим декларациям возились фрукты и овощи там с дальнего зарубежья, оплачено по ним порядка 7 миллионов платежей таможенных. И вот это юридическое лицо, владелец подписи, обратился в таможенный орган с заявлением о том, что эти декларации им не подавались, груз им не ввозился, и что вот эти платежи списаны с его счета неправомерно. Таможня это заявление отклонила, сказав, что электронная подпись действующая, не аннулирована, факт подтвержден. Сейчас это юридическое лицо обратилось в арбитражный суд, но арбитражный суд не принимает его заявление со ссылкой на то, что фактически он обжалует те действия, которые им совершены. То есть он подавал эти декларации, он обжалует вот это действие, то, что им подано декларацией, и по этой декларации списаны платежи. Вот такая история, сейчас посмотрим, мы тоже будем отслеживать ситуацию. Давайте попробуем ответить на вопрос, что делать в этом случае. Вот, уважаемые эксперты, кто-то может быть прокомментирует. Нина, ничего не делать? Микрофон, пожалуйста. Славянка, Нина. Это самая такая травмирующая ситуация юридическая, когда подпись выпускается, и она выпускается, ну тут по-разному ситуация описывалась, центром, который знает, возможно, он участвует в этой схеме, мы не можем заранее это сказать. Но сам субъект, на чье имя выпускается подпись, не знает об этом. Вот это вот самая травмирующая ситуация. И юридически она никак не описывается. То есть нет юридического механизма, который бы откатывал назад вот эту вот ситуацию. И это действительно, вот то, что было сказано, это действительно так. Арбитражный суд считает, что действие юридическое было произведено, что оно было произведено тем субъектом, которому выдана эта подпись. И разница между тем, кто это действие реально совершил и на чьей, и кто, и от чьего имени это действие было произведено, никаким образом юридически не обыгрывается. Между прочим, это и та же ситуация с квартирой. Почему я считаю, что это могло быть и совпадением, правда, из того, что говорилось, все-таки что там юридически происходило, так неясно, как это было. Это и ситуация, вот мы говорим о том, что одна из самых сложных ситуаций, когда речь идет о доверенности. А вообще-то это не только доверенность. Сейчас вот только что прозвучала идея о том же, как нам быть подпись физического лица в корпоративных каких-то сделках. Но есть сюжет, когда есть корпоративная демократия. То есть это не сделка от имени корпорации совершается, а совершается действие, причем абсолютно юридическое, которое связано с осуществлением операции по управлению, корпоративному управлению. И вот, между прочим, меня просили поучаствовать в качестве эксперта в реальной ситуации, когда подпись никто не подделывал. Подпись была выпущена на конкретное лицо. Но конкретное лицо осуществило ряд неправомерных действий по подделке корпоративных отношений. Ну то есть там решение Совета директоров было подделано, была подделана физическая подпись, с этим поддельным документом обратились в нотариат, и нотариат совершенно нормально, законным образом использует свою подпись, дальше произвел регистрационные действия. Вот эта ситуация тоже не откатывается никаким юридическим моментом. Причем сразу надо было возникать, как узнали, с чего началось и как узнали. Узнали случайно. Позвонили из банка и удивились, почему банковские операции производят теперь другое лицо от имени этой компании. Оказалось, что компания просто перерегистрирована. Вот при помощи электронного взаимодействия, абсолютно реальной электронной подписью, но начиналось это с обычной физической подделки. И эта ситуация тоже, в общем-то, юридически никак не объясняется. Поэтому юридические сложности вообще-то умножаются, и надо реагировать на это, ну в том числе и законодателю. Потому что они далеко не связаны только с доверенностью. Она, в общем-то, в отжиме бизнеса, между прочим, вот эта вот доверенность ничего не решает. Вот то, как отжали бизнес, я извиняюсь на моих глазах, когда мне об этом сказали, как юристу я разбиралась с этой ситуацией, она, это не вопрос доверенности. И это, кстати, вопрос, использовать ли подпись физического лица в корпоративных отношениях. Между прочим, здесь физическое лицо играет роль. Пока принимает решение, принимается решение Совета директоров и так далее. То есть вообще юридические проблемы умножаются. Нина Ивановна, спасибо. И снова вы акцентировали то, что проблема началась с бумаги, с подделки документа. Там, так скажу для информации, чтобы для понимания, что это было. Случай был, обратились в ассоциацию, мы пригласили как раз Нина Иванова поучаствовать как эксперт. Речь идет о здании торгового центра в одном из субъектов Российской Федерации. Это тоже немаленькая такая ситуация. Большие деньги. И сейчас по вопросам судебной правоохранительной практики я прошу Наталью Александровну. Можно дополнить немножечко? Да. Как раз отвечая на ваш вопрос по поводу отсутствия юридического лица по адресу регистрации. Я расскажу вам со своего прокурорского опыта, каким образом прокуратура борется с подобными организациями. Есть ряд механизмов. Первое – это сообщение в налоговую инспекцию, потому что ненахождение юридического лица по адресу регистрации – это налоговое правонарушение 20-25 статья КОАП. Второй момент. Это сообщение обязательно в органы УБЭПа, то есть Управление по обеззакономическими преступлениями. У них скапливается материал. Не обязательно, чтобы с первого раза будет какая-то реакция. Конечно, это может быть отказной материал изначально, но тем не менее материал копится. Дела оперативного учета растут. Второй момент. Обращение в органы прокуратуры, потому что это тоже аккумулируется у нас, формируется надзорное производство, и фактура по таким нарушениям копится. Потому что один раз подделка какая-то произошла, она, может быть, и не принесла какого-то вреда. Мы факт выявили, допустим, подделанные ключи, левые сертификаты. Что с ними делать? Не совсем понятно, но это взято на учет. Дальше. Каким образом и почему у нас законодательство не меняется в этой сфере, именно в рамках уголовной в уголовной сфере? Потому что сама подделка электронной подписи, она по сути ничего не нарушает. Нарушает именно применение. Когда вы используете левую подпись, неважно, это будет электронная, либо обычная, когда совершается правонарушение, тогда уже начинается реакция правоохранительных органов. И в данном случае сам факт подделки – это один из способов совершения преступления. Поэтому с точки зрения правоприменительной практики здесь каких-то проблем особых нет. Эта сфера IT в целом, она довольно-таки новая, она только развивается. И, конечно, еще законодательство требует каких-то, с одной стороны, дополнительных моментов регуляции, а с другой стороны, и, конечно, подготовка качественных следователей. Потому что мы обсуждали с вами вопрос сейчас про мошенничество с квартирой. Аналогичные ситуации встречаются очень много и часто. То ли дело не всегда не всплывают, непонятно почему, да, не всплывают или всплывают. Риторический вопрос. Но, тем не менее, когда мы направляем материалы, допустим, в частности, по нашей прокуратуре, отдел первой категории, материал направлен. Абсолютно аналогичная ситуация. Ко мне приходит начальник следствия и говорит, «Евгений Юрьевич, у меня нет следователя, который способен это дело расследовать». Нет. Почему? Потому что IT-сфера, она сложная. Люди, которые сидят здесь, они, конечно, понимают, они разбираются в этом. Но как проводить экспертизу? Опять же, механизмов нет. Приходится где-то через интернет искать какие-то организации, которые могут как-то что-то объяснить. Это довольно-таки сложная работа. И поэтому я абсолютно считаю правильным. И вот то, что вопрос освещения в СМИ поднялся вот этого всего и поднимается. Действительно это важно, потому что в данном случае предупрежден, значит, вооруженный. Как раз именно информационная борьба, она поможет каким-то образом вот здесь урегулировать отношения. Я считаю, это в настоящий момент, ну и самое главное, потому что каких-то быстрых действий мы провести не можем, но предупреждать по максимуму людей, информировать это в наших руках. Спасибо большое. Ваш тезис, комментарий очень ценен. Я отвечу в честь сотрудников Генеральной прокуратуры. Мы эту работу проводим, в частности для Генпрокуратуры Московской области. Повышение судовленности в этой сфере. Наталья Александровна. И судебная правоохранительная практика по делам с электронной подписи, Анастасия. Комментарий маленький. Речь не идет как раз о подделке электронной подписи. Речь идет либо о незаконном ее получении, либо о незаконном ее применении. В случае в подделке электронной подписи как объекта как раз IT не было ни одного. Мы говорим именно, либо лицо неправомерно ей завладело изначально на процессе получения, либо впоследствии жизнедеятельности эта электронная подпись была передана лицу, которое неуполномочено совершать действия с этой электронной подписью. То есть мы говорим все-таки о применении, правоприменительной именно практике, и там есть действительно большие сложности. Спасибо. Продолжение следует...